Экранизация классических произведений Сочетание актеров, нужно сказать, уникальное К счастью для зрителей, уважающих классику Новая британская кинокартина от австралийского режиссера Джастина Курзеля Замысел Шекспира не переиначивает Лишь иногда отходит от привычного вектора Шотландский полководец Магбет Майкл Фассбендер Побеждает мятежников, покусившихся на власть короля После битвы Магбету являются ведьмы-пророчицы Которые предсказывают, что он станет сперва Матаном А затем королем Шотландии Когда первое пророчество сбывается Полководец и его жена Марион Катильяр Решают, что должны устранить правителя Дабы занять предсказанный им королевский трон Волей судьбы король Дункан останавливается в их замке И леди Магбет, воодушевленной идеей правления, убивает его Теперь остается предотвратить третье предсказание Согласно которому потомки соратника Магбета Оснуют королевскую династию А значит быть на троне Магбетом недолго Картина полностью погружает нас в эпоху туманного альбиона 11 века Костюмы, декорации, работы историков и сценаристов Все на высшем уровне Леди Магбет в исполнении Марион Катильяр Не столь ярко, как обычно представляет эту героиню Она и не затмевает главного персонажа И не превращает его в безвольную марионетку Но это не минус, а скорее собственное прочтение образа Фассбендер, как обычно, шикарен в своем сочетании мужественности и душевности В общем, к актерской игре не придраться, как и к работе остальной труппы Хотя британским критикам это все-таки удалось Они уличили героев в отсутствии идеального шотландского акцента А на первом общем плане, где Магбет идет к ведьмам на босых его ногах, разглядели прозрачные носочки В целом, Магбет Курзель – отличный фильм для тех, кто хочет познакомиться с классикой, избегая чтения И для тех, кто хочет насладиться любимой постановкой, сочетающей визуальное мастерство с режиссерским талантом Конечно, нельзя назвать этот фильм прорывом в мире кино Магбет 2015 – просто убедительная интерпретация всем известной пьесы Но, с другой стороны, экранизации такого уровня встречаются нечасто Так что этот фильм все-таки заслуживает вашего внимания Субтитры создавал DimaTorzok